Приветствую вас! Я бы сказал, что само по себе поведение дочери можно расценивать по-разному. Это может быть как проявление агрессии, аутоагрессии, к примеру, да, по-вести, ну, следствие аутоагрессии, если человек активно себя не принимает, то есть вот, то, что она делает, да, как вы говорите, подграживает, вот, это ведь ее трансляция, она транслирует во внешний мир, да, в свое мироощущение, когда означает, что у нее такое ощущение внутри, такое вот разрушение, да, какого-то такого негатива жесткого, вот, и она, соответственно, это переносит на окружающий мир, пытается, видимо, освободиться от этого негатива за счет того, что что-то делает, но у нее, естественно, не получается, что в целом нормально, вот. Да, принято в психологии считать, что подобные вещи, подобные действия направлены и нацелены на привлечение внимания, но я хотел бы сразу оговориться, что у этого есть причины, то есть у этого есть необходимое основание, да, то есть, к примеру, если ребенок, вот, ведет себя подобным образом, это значит, что он когда-то получил положительное, или, ну, позитивное подкрепление такого поведения, такого поведения. Что это значит? Что это значит? Победивное положительное подкрепление. А, вот, как правило, как правило, если ребенка ругают, именно ругают ребенка, если его, если на него обращают внимание только когда он сделал что-то плохо, да, а когда, соответственно, он делает что-то хорошо, или просто ведет себя примерно, что на него не обращают внимание. Вот. То это как раз таки мотивирует ребенка на такого рода поведение. По факту, по факту, а именно поэтому, вот, собственно, и принято думать, и принято считать, что если ребенок, значит, там, пакостит, то это значит, вот, как раз, что ему не хватает внимания. Вот. Но вы же, наверное, сами понимаете, что причина может быть в другом, это необязательно причина только в этом. Вот. И, может быть, и в чем-то еще причина, к примеру, к примеру, человек может таким образом выходить из какого-то неприятного для себя состояния, к примеру, если у вас, допустим, в семье проблемы какие-то. Вот. И это может быть, собственно, как я уже сказал, результатом агрессии. Это результат такого непринятия себя, достаточно сильного непринятия себя, судя по тому, что вы пишете. Вот. Поэтому доработиться с выводами я бы не стал. Говорить то, что это обязательно привлечение внимания тоже бы не стал. Вот. Там еще нужно проанализировать ситуацию и посмотреть, с чем, собственно, вообще мы имеем дело. И только уже потом, только уже потом можно будет что-то сказать. Только потом уже можно будет что-то говорить. Вот. Мне кажется, это справедливо, мне кажется, это максимально адекватно и так далее. Что касается обращения к специалисту, то да, к сожалению, обращение к специалисту обязательно, именно по той простой причине, что, что происходит сейчас с ребенком, это результат ваших отношений в семье, это ее подсмотренный у вас способ решения своих проблем. Вот. То есть это именно, именно подсмотренный у вас способ разрешения внутренних конфликтов, которые у нее есть. Вот. И пускай и вы, к примеру, так себя не ведете, но в отличие от вас у ребенка несколько иное представление, и несколько иные механизмы. Вот. Поэтому я бы не хотел сейчас именно об этом говорить, потому что это довольно много, ну довольно большая тема. Вот. Тем не менее, я надеюсь, что моего, скажем так, слова такого будет достаточно для вас. Так или иначе, ребенок – это отражение вас, отражение ваших отношений, вашего состояния психологического. Ну, не обязательно вот именно прямо вашего состояния психологического, но состояние общего в семье. Это совершенно точно. Вот. Поэтому, если мы хотим разобраться, то нужно все-таки анализировать именно ваши отношения в семье, потому что семья – это система, и если изменить определенный элемент системы, да, например, то, что, допустим, как вы взаимодействовать, к примеру, друг с другом в семье, да, вот. Если изменить и подкорректировать это, то, в принципе, я думаю, что и она, ваша дочь будет вести себя по-другому, просто потому что у нее нет выбора. Вот. Рекомендации более такие индивидуальные, более такие примензивные, более адаптированные под ваши ситуации, можно будет дать именно вам после анализа, после исследования, после интервью. Ну, когда вам будут задаваться вопросы, да, и будут уже даны рекомендации. Вот. Отдельно обратите внимание на свои собственные проблемы, если они у вас есть, на свои собственные неудовлетворенности, если они у вас есть. Обратите, пожалуйста, на это внимание, это очень важная история. Именно потому что ребенок это все чувствует. Ребенок это все чувствует, если у вас есть какие-то проблемы, особенно если эти проблемы не решаются, то есть если они не разрешаются или разрешаются как-то негативно, ребенок все это чувствует, ребенок все это знает, и, в общем-то, хорошего из этого по итогу, ну, вообще ничего не получается. То есть именно вот хорошего в том смысле, что позитивному для себя ребенок не учится. Вот. Так или иначе. Вот. Надеюсь, что данный аспект, он вам будет понятен. Я постарался объяснить все достаточно подробно, да, я постарался объяснить все достаточно просто. Вот. Хотя я понимаю, что в рамках, в рамках, наверное, одного ответа, в рамках одного вопроса, ну, то-то, то-то я говорю, конечно, маловато будет. Вот. Да и вопрос у вас такой достаточно коротенький. Вот. Но тем не менее. Тем не менее. Я думаю, что этого пока достаточно. Вот. Что можно вам порекомендовать сейчас? На данный момент. Эм. На данный момент. Я бы вам порекомендовал. Эм. Ребенка отпустить. То есть, понимаете, эм. Вне зависимости от того, для чего ребенок делает. То, что он делает. Сначала. Эм. Все равно она хочет какой-то обратной связи. Все равно ей нужна какая-то обратная связь. Вот. Вот. И она, в общем-то, будет продолжать делать то, что делает, если до тех пор, пока вы, эм. Ну, условно говоря, эм. Пока вы будете ей эту самую, эм. Обратную связь давать. Вот. Поэтому не нужно, эм. Подкреплять, позитивно, эм. Позитивно подкреплять эм. Поведение ребенка. Поведение ребенка. Эм. Да. Особенно, если вы считаете, что она действует как-то негативно. Вот. Если вы видите, что она действует негативно. Вот. Не нужно подкреплять, эм. Ее поведение. Эм. Лучше просто, все-таки, вот, именно, не обращать на нее внимание. Вот. И... Тогда у нее, по крайней мере, появится эм. Массив, эм. И стимул для того, чтобы, эм. Что-то, что-то в своей жизни ми- менять. Ну, то есть, что-то, может быть, даже не в своей жизни, а что-то в эм. В своем поведении менять. Вот. Потому что, эм. Если вы будете реагировать на... Ее действия так же... Ну, так, как вы реагируете сейчас, эм. Я могу, могу себе примерно... Примерно представить, как это происходит. Вот. То ничего хорошего из этого не будет. Вот. Эм. В принципе, эм. В принципе, на этом, наверное, можно будет закончить мой ответ. Эм. Понимаю, что это достаточно мало, но... Эм. Как-то вы ответ... Эм. Вы вопрос... Вопрос свой... Эм. Задали тоже... Тоже достаточно коротко. Поэтому спрошу меня извинить. Вот. Эм. Значит, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад... Вам помочь, ответить, эм. Вместе с вами разобраться с тем, что... Происходит в вашей семье. Ну, вот. Подкорректировать, эм. Ваши отношения. Эм. В семье. Потому что, ну, безусловно, вы в этом не знаете. Эм. И буду рад вам помочь, собственно, разобраться и эм. Гармонизировать свои отношения. Я уверен, что... Гармонизация нуждается, эм. Не только отношения с дочерью. Эм. Вот. Но и отношения с эм. Другими членами семьи. Вот. Поэтому, может быть, сейчас вы... Эм. Так не думаете, да. Просто, может быть, у вас сейчас на первом месте все-таки, эм. Именно, вот. Отношения с эм. Дочерью на первом месте... На первое место выступают. Ну, тем не менее. Тем не менее. Вот. А если вам понравился эм. Мой ответ. Я... Я буду вам эм. Благодарен. Эм. Если вы сделаете его лучшим. Эм. Тем самым оценив эм. Труд. Оценив эм. Время и работу. Которая была проведена. Вот. А я желаю вам всего самого доброго. Эм. Я желаю вам спокойствия, мудрости и выдержки. Потому что это то, что вам будет необходимо для песни работы. Удачи! 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 Продолжение следует...